Добро пожаловать на наш канал Веси ТВ. И эта проповедь, которую вы сегодня слушаете, изменит вашу жизнь. Слово, которое от Бога меняет судьбу человека всегда. Сегодня я уверен на 100% вы правильно сделали включиться в Веси ТВ, потому что после этой проповеди ваша жизнь не будет прежней, потому что Бог изменит вашу жизнь, прикоснется к вашему сердцу, и много чего изменится, и Божья жизнь передаст вам. Я приглашаю вас, смотрите эту проповедь, внимательно конспектируйте, ничего не пропускайте. Если вы хотите перепроповедовать ее где-то, разрешаю. Но в конце этой проповеди я буду молиться за вас, поэтому смотрите до конца. Встретимся в конце проповеди. Праведней верою будет жить. Заметите, что Бог знал, что надо жить как праведник. Он знал, что надо преуспевать, не только жить. Он знал, что надо достигать. Он знал, что надо оставить отпечаток большой. Он знал, что нужно исполнять Божьи поручения, нужно исполнять свои желания и стремления, нужно помогать своим детям, нужно следующему поколению. Он знал, что нужно страны двигать. И все это, он сказал, праведник сможет сделать только одним путем. «Праведник верою жив будет». К евреям 10 глава 38 стих. Послание к евреям 10.38. Библия говорит так. «Праведник верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Скажи, я не исколеблющихся. Скажи, я не колебаюсь. Я стою в вере. Вот заметите, Библия здесь говорит, праведник верою своей. То есть, нельзя жить верою пастора, верою мужа, верою кого-то. Спасение твое в твоей вере. Вот поэтому многие люди живут в какой-то суеверной сфере, где они меряют свою праведность словами бабушки, соседей. Нет, я праведный, потому что Бог сказал. И поэтому я смогу жить верою, если я не потерял откровение, что я праведный. Потому что если я потерял это понимание, что я праведный, то лучше жить, как мирские добиваются успеха. Тогда это единственный шанс для тебя. Но у кого откровение, что он праведный, то верою успешно получится ему жить. Если ты начинаешь замечать, что твоя вера буксует, не начинай с верою, начинай с пониманием о том, что ты праведный. Вот это углубляет. Кто я? Когда ты поймешь, кто ты, почему-то твоя вера начинает легче работать. Вот в Евангелии от Луки, глава 5, мы встречаем человека, который не просто верующий, но он специалист в своем деле. И вот у него есть задание добиться результата в своей специальности. И при этом он верующий праведный, который верою живет. И вопрос такой, как он эти две вещи совместил. Потому что многие люди, вся проблема у них именно там. Написано от Луки 5 глава, Библия говорит с первого стиха. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышал Слово Божие, а он стоял в озере Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, и рыболовы, выйдя из них, вымывали сети свои. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его оплыть несколько от берега и сел, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыв на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему, закину сет. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сети у них прорвались. И дали знать товарищам, находившимся на другой лодке, и чтобы они пришли помочь им. И пришли, и наполнили оба лодки, так что они начали тонуть. Увидев то, это Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его, и всех бывших с ним от этого лова ривы им поймали. Заметите ситуация какая? Петр рыбак. Чтобы вы понимали, рыбак имеется в виду, он профессиональный рыбак. Он учился ловить рыбу. Иисус, например, был плотником, а Петр рыбак. То есть Петр рыбачит не удочкой, у него лодка. То есть он не ловит там пять рыб, у него целый бизнес. Он профессионал в этом, у него лодка, и у него даже есть партнеры, люди, которые с ним ловят. Это была продвинутая профессия. Он понимает бухгалтерию, он понимает, он умеет считать деньги, он умеет с налоговыми инспекторами разговаривать. Он все в курсе. Вот Петр профессионал. И вот этот профессионал, экономика пошла нехорошо. Вот он работал всю ночь, используя профессионалности свою, используя умения, знания, образования, включил всю ночь, и в результате ноль. Удивительно, что бывает такое, что знаем много, и включаем все наши знания, и в конце имеем результат ноль. Позволите, чтобы я сказал следующее. Знание земное работает над принципами проб и ошибок. Вчера я читал статью об одном докторе, враче. Вот привезли клиента, который, у него был приступ в сердце, и клиент умер. И этот врач, его работа, это утверждает, что смерть, они там пять раз пытались оживить, не вышло. И он пришел, чтобы записать, что все, умер. Сорок минут прошли уже после смерти. И он говорит, он все бумаги подписал, все сделал, выходит из комнаты, и вдруг у него желание молиться на них языках громко. Он говорит, мне неудобно, там медсостры. И он заговорил на них языках. Он говорит, такое было желание, что выше мои способности. Он говорит, и потом такие слова, Господь, он умер грешником, дай ему шанс. И все медсостры на него смотрят, что с доктором произошло. Он говорит, в это время прибегают другие врачи, что случилось? Говорит, я им даю приказ, который он не имеет права давать. Он говорит, приказываю вам еще раз, попробуй даже в виде его сердца. Они сказали, уже сорок минут, может пять раз. Он говорит, еще раз. Они, по его объяснению, а он не знает, почему они послушались так быстро, сделали, и он ожил. Но ожил так, что сердце его было абсолютно здоровым. Обычно оживает, но надо потом лечить сердце. Нет, у него было абсолютно здоровое сердце после этой молитвы. И получается, медицина дошла до определенных ограничений, и я, когда ограничения медицины пришли, вера включилась. При этом, в этом мире уважают медицину больше, чем веру. Но поверьте мне, в момент, когда медицина заканчивается, единственный выход и решение вопрос, это праведный решает вопрос, чем верою. Скажи, верою моею? Могу решать. Невозможные вопросы. И вот получается, праведный, вера и жив будет. Петр работал всю ночь. У него образование, у него опыт, у него стаж, у него знания, у него все. Но, когда он включил всю эту ночь, он получил результат ноль. Это была ночь убыток. И тут утром появляется Иисус. И начинает проповедовать. И когда закончил Иисус проповедование, он говорит, Петр, да, закинь свет для ловли. И у Петра в голове идет противоречие. Его профессионализм говорит, я там был, его опыт, его стаж. Когда прохладно, вечером там, или утром рано, рыба хоть как-то, а сейчас утро рано, уже солнце поднимается, и не было рыбы, откуда сейчас возьмется рыба? И вот дальше говорится, он говорит, хорошо, но все равно я сделаю по твоему слову. Знаете, как написано в 8-9 стихе, что увидев это, Симон припал коленом Иисуса, 9 стихе, ибо ужас объявил его, и всех. Причина, потому что решился вопрос не профессионализмом, а верою. И это было настолько необычно, что они были в ужасе. Как мы, как это решать без профессионализма нашего? И вот, заметьте, почему решать вопрос верою важно? Это первое, показывает, Бог живой. Скажи, да, аминь. Два, это бросает вызов людям, которые знают, что это можно делать только с таким профессионализмом, а вы без этого сделали. Они в ужасе, не только Петр, и все, кто были вокруг. Почему они были в ужасе? вопрос, который обычно требует даже ни одной ночи работы. Столько рыбы за одну ночь не ловили бы. Это надо было бы неделю или две работы. И вот, за одну бро, мы закидывали сеть и поймали столько рыбы, и они были в ужасе. И вот, это вот именно тогда, когда люди могут сказать, действительно, мы видим, с вами Бог. Петр работал всю ночь, но он ничего не сделал, не поймал ничего. А в следующий день, когда Иисус ему сказал, он начал, он поработал еще раз. Вот, мне понравилось, что Петр, когда работал всю ночь, ничего не поймал, когда Иисус ему сказал, закинь сеть. Что Петр сделал? Стоял, Аллилуйя, Аллилуйя. Там рыба не прыгает, стоять она в мою лодку. Нет. Аллилуйя. Нет. Заметите, что, когда Иисус сказал, закинь сеть, он опять его отправил работать. Так же, как он работал всю ночь. Вы заметили, да? Только на этот раз он будет работать верою, а не профессионализмом. То есть, вера не означает не учиться, не иметь знания, не быть профессионалом. Нет. Все это надо. что мнение Божие после всего будет продолжать говорить праведный, призванный, помазанный, мое дитё, я с тобою, я за тебя, скажи, Бог со мною. И вот поэтому он говорит, верою, когда я живу, верою, когда я иду ловить рыбу на этот раз. Я жду слова от Господа. Скажите, слово от Бога. Ещё раз, слово от Бога. Как я могу знать, что на этот раз работаю не просто как профессионал, который должен появиться в восемь утра и уходить в шесть часов вечера. Где я увижу, что сейчас я верою включился? Просто по слову твоему, когда Бог заговорит тебе, когда Бог говорит тебе, это момент, когда всё делается верою. Скажи, слово твоё. Вот поэтому получается Пётр, он не побежал просто так. Иисус ему сказал, закинь свет. Вот многие люди иногда бегут делать дело, при этом слова от Бога не слышали. Почему Библия говорит, как веровать в того, о ком не слышали, а как слышать того, о ком не проповедовали. А как проповедовать, если не послан? Заметите, можно проповедовать, говорить, и результат нол. А когда результат не нол? Это когда человек был послан. Что это означает? Это означает, когда Бог сказал человеку, я посылаю тебя, иди, проповедуй. С этого момента все, что делает человек, это не профессионализм, это вера, которая выражается послушанием слову, которое Бог говорил. Я слышал историю одного человека, который пришел домой, он купил арахис, и он молит, шикан господь, проговори ко мне, я хочу сделать бизнес хороший, я хочу быть мультимиллиардером для Божьего царства. И Бог говорит, решение у тебя на столе. А он говорит, а на столе у меня арахис, господь, больше ничего там нет. Бог говорит, да, вот решение у тебя на столе. Говорит, там арахис, вот карахис, вот я кушаю, а что еще там есть? И Бог сказал, вот этот арахис, это твое решение. Да. Он говорит, я взял этот арахис, я нашел его на куски. В конечном итоге, он оттуда выдавил масло, есть такой паста, который мажут на хлеб, а потом масло еще можно выделить из пасты, и это масло, он начал создать штуки, которые используются для рисования. Короче, одним арахисом он создал 30 или 40 разных производственных вещей, которые используются во разных направлениях. Когда Бог ему сказал решение, у тебя на столе в арахисе. Может ты уже занимаешься чем-то давно, и не продвигается ничего, иногда нужно прийти к Богу, Господь проговори ко мне. Даже иногда можно попаститься 2-3 дня, не надо слишком долго, но умеренно. Пока Бог не проговорил, когда Бог даст тебе обещание прямо тебе с этого момента все, что ты делаешь в послушании этого слова, которое Бог тебе говорил, это называется праведнее строить верою. Не все возможности, которые мы видим, они такие же полезные в конце, как кажется. Вот почему нам нужно Слово Божие. Поэтому Петр сказал по слову твоему и по слову он пошел. Хотя внутренне сего воевал, я всю ночь работал, ничего не поймал, но игнорирую это и пойду по слову твоему. Номер два. Оказывается, вера работает. И вот смотрите, Петр профессионал, а какой он профессионал? У него лодка, не ведро, а лодка, у него не удочка. Если бы Петр работал с удочкой, что бы Иисус ему сказал? Бросай удочку, чтобы он поймал рыбку. Это тоже было бы чудо. Так и мы видим, он сделал, когда он пошел и ловил рыбку и достал оттуда монет. Вы понимаете? Он тогда работал с удочкой. И заметите, что Иисус ему говорит, бросай сеть. И Петр отплыл глубину, бросал сеть, и сколько рыб он поймал? Столько соразмеримые с его лодками. Вы заметили? Если бы у него было ведра, он бы поймал столько рыбы, соизмеримые с его ведрами. То есть лодка, ведро, чашечка, тарелочка, это зависит уже от кого? От Петра. лодка. Поэтому получается так, для того, чтобы было действие веры, где Бог, где вера работает, где профессиональный рыбак провалился уже, но надо опять ловить рыбу. Петр отдал лодку в использовании его веры. То есть лодка Петра, вера работает наполнять ту лодку, которую ей предоставили. Предоставили ведро, вера наполнить ведро. Представили чашу, вера наполнить чашу. Представили лодку, две лодки, вера наполнить две лодки. И тут как раз появляется почему нам нужно образование, профессионализм. Почему? Потому что вера всегда работает согласно твоих возможностей. Вот Матфея 25 глава 14 по 15 стих. Матфея 25, 14 по 15. Ну, два стиха. говорится, царство Божие подобно государю, который отправился в давную страну, отправляясь, оставил слугам своим, дал одному пять талантов, второму три таланта, одному, третьему, один талант. Стоп, Бог, ты несправедливый. Почему ты тому дал пять, тому три, тому один? У этого человека было пять плюс три, восемь, плюс один, девять. Девять талантов. Ведь он мог бы, их трое, девять талантов, если быть справедливым, надо было поровну три, три, три. Но, заметьте, так не сделал он. Он посмотрел, у этого способность большая. Он ему дал пять. У этого способность средненькая. Он дал ему три. У этого способность сомнительная. Дал ему один. Каждый по силе его, по способность его. Вот поэтому, когда Бог решает, что выпустит твою жизнь, вера то у всех одинаковая, работающая. Но, Бог смотрит, какая у тебя сила, какая у тебя способность, какие у тебя масштабы, какое у тебя мышление, какие твои ожидания, какая крепость у тебя внутри. Насколько ты надежный, насколько на тебя можно полагаться, насколько ты умеешь управлять, насколько линейные вопросы ты умеешь перейти на многогранные и не растеряйся. Все это влияет на то, что даст тебе Бог. И третье. Книга Бытье, первая глава. Надо же работать. Скажи, надо работать. Вот первая глава книги Бытия пишется так. Так совершили небо и земля и все войны своих. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал. И почил день седьмой от всех дел своих, которые делал. Заметите, седьмой день Бог закончил дела, какие он делал. Так это значит Бог работал на седьмой день отдохнул. Интересно, как работал Бог, как он это делал. Вот возвращаемся к первой главе, первый стих. Земля была безвидна и пуста, и тманат бездной, и Дух Божий носился над водой. Третий стих. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хороший, отделил свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночи. И был вечер, и было утро. Вы заметили, как Бог работал? Сказал, говорил, то есть, в царстве, где Бог правит, слова имеют большую силу. Вот получается, что Бог работает, а на самом делал? Сказал, 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 да будет, да будет, да будет, да будет. Вера проявляется словами. Вот поэтому теперь я понимаю, женщина с кровотечением, смотри, что она сделала. Услышала об Иисусе, если только она начала говорить, прикоснусь к одежде его, выздоровлю. Притом она это говорила не один раз, многократно. Если я только прикоснусь к одежде его, выздоровлю. Она услышала, она сказала и сделала. Скажите, сделала. Опять христианство, вера это не сидеть на диване. Бог не сторонник того, чтобы мы сидели без дел. Потому что, когда мы сидим без дел, мы умираем. Атрофируются наши мысли, мозг атрофируется, потому что не работают. Поэтому Бог прячет твой успех за определенный маленький труд, который ты сможешь, чтобы расширить твою способность, расширить твою силу. И мне нравится, как говорится, написано от Луки 5 глава. Давайте посмотрим Евангелие от Луки. От Луки 5 глава Библия говорит с 1 стиха. Однажды, когда народ теснулся к нему, чтобы слышал Слово Божие, а он стоял в озере Генесарецкого. Я стану молиться, когда я буду молиться, я обращаюсь к отцу, отец, шикарова командария. И вот слушай, это здесь важно. И когда я молюсь во время молитвы, это иногда самое лучшее время, когда я слышу слова от Бога. Что я должен делать? Я молюсь Богу, я обращаюсь к Богу, я разговариваю с Богом, и я слышу слово от Бога, о чем-то, что я должен делать. Вот что я должен делать в этот момент, самое мудрое, что я могу делать, это взять слова, которые Бог мне говорил, и их провозглашать. Скажите, провозглашать. Ты молишься за своего ребенка, да? О, Господь, мой сын болной, он болеет, тому угрозу, врачи не будет и силен, да, например. Что нужно делать в этот момент? Мой сын будет и силен. Я уже слышал слово, я его теперь что делаю? Говорю, мой сын и силен, мой сын и силен, мой сын и силен. Скажи, провозглашать. Эти слова, надо их провозглашать. И они начинают работать. Раньше, чем ты закатал рукава, слова уже в действии. И ты приходишь на почву, которая уже обработана. Вот научись говорить и делать. Говорить и делать. Вот и снова я. Мы встретились. Я уверен, что Бог много чего уже сделал в вашем сердце, в вашей жизни. Только через слово. Потому что слово Божье живо. Но теперь мы это хотим подкрепить молитвой. Потому что Бог отвечает на молитву. И вера ваша и моя сейчас крепкая после проповеди. Поэтому Господь, я молюсь во имя Иисуса. Особое благословение. И все, что сегодня было сказано в проповеди, да исполнится в жизни каждого того, кто слушает во имя Иисуса. Боже, благословляю. Полнота Твоя добудет в жизни каждого. Благословляю каждого, кто слушает. И Боже, если они захотят эту проповедь повторить где-то, благослови их по-особенному. Спасибо Тебе, Господь, за Твою верность, за Твою реальность и за каждое чудо во имя Иисуса. Амин.